Громкая отставка в кабинете Обамы. Глава Министерства юстиции США Эрик Холдер оставляет свою должность. Скорее всего, это произойдет до конца текущего года. Теперь это официально. Спустя месяц после первых сообщений о том, что Эрик Холдер готовится покинуть свой пост, сам министр подтвердил это в ходе сегодняшней пресс-конференции. В данный момент меня переполняют смешанные эмоции. Я горжусь тем, что мужчинам и женщинам в Министерстве юстиции удалось сделать за последние шесть лет. И в то же время грустно осознавать, что я официально не буду частью успехов нашего Министерства в будущем и нашего президента в последующие два года. Господин президент, спасибо за предоставленную вами возможность служить нашей стране. Самую большую честь всей моей профессиональной карьеры. Ранее сегодня в Белом доме анонсировали предстающую речь, отметив, что Холдер проработал достаточно долго и является четвертым в списке долгожителей главного кабинета Министерства юстиции. Покинуть свой пост было личным решением Эрика Холдера. Но президент Обама особенно не пытался его удержать, ведь Холдер возглавлял Министерство довольно долго. Слова о том, что Обама не пытался удерживать одного из своих ближайших друзей и соратников, вызвали удивление. Некоторые наблюдатели уже выдвинули различные теории, согласно одной из которых, генпрокурор предпочел уйти по своей воле, прежде чем на его голову посыпятся новые проблемы вместе с отголосками старых. Речь идет, например, об операции Fast and Furious, в результате которой американское оружие в результате ошибки властей попало в руки мексиканских наркокартелей. Упоминается и скандал с прослушкой граждан и иностранных лидеров. Кроме того, есть мнение, что непопулярный и повсеместно критикуемый министр юстиции стал чрезмерной абузой для администрации. 63-летний Холдер, первый в истории США генпрокурор-афроамериканец, был также одним из первых, кого Барак Обама по приходу в Белый дом пригласил работать в своем кабинете министров. Прямой начальник Эрика Холдера сегодня был рядом со своим протеже и после шести лет совместной работы заявил, что не жалеет о своем выборе. Благодаря усилиям Эрика, с тех пор, как я стал президентом, уровень преступности, уровень тюремных приговоров в стране снизились на 10%. Впервые за последние 40 лет оба эти показатели пошли вниз в одно и то же время. Однако главной заслугой Эрика я бы назвал восстановление и укрепление гарантий гражданских прав. Он неустанно боролся за реальную возможность каждого американца без каких-либо трудностей голосовать на выборах. Ведь ни один гражданин не должен лезть из кожи вон для того, чтобы воспользоваться фундаментальным правом просто прийти на участок и проголосовать. Все эти шесть лет Холдер считался одним из самых влиятельных либеральных голосов в президентской команде. Он в первую очередь известен своей широкой поддержкой легализации однополых браков и защитой избирательного права американцев. А после убийства 18-летнего Майкла Брауна в штате Миссурии, личный визит генпрокурора в мятежный Фергюсон разрядил накаленную ситуацию и остановил массовые столкновения протестующих и полиции. Эрик Холдер инициировал громкие уголовные расследования по таким делам, как тотальная слежка за гражданами со стороны Агентства нацбезопасности и масштабное жульничество крупных американских банков, которое спровоцировало кризис в американской, а затем и в мировой экономике. Объявив сегодня о скором уходе, 82-й глава Министерства юстиции пока продолжит выполнять свои обязанности, до тех пор, пока не будет назначен и утвержден его преемник.